рад приветствовать всех друзья вы смотрите наш проект nokta history где мы обсуждаем историю нашего края историю гагаузского сообщества республики молдова республики молдова в целом как вы знаете мы перезапустили этот проект и ведем его не видеть монолога как мы это делали в первой части в прошлом году сегодня в этом в этой части в этом году мы это делаем в виде диалога с людьми которые занимаются исследованием истории края и посвятили этому защитили часть своей жизни или профессиональной карьеры сегодня в прошлый первый выпуск был посвящен румынскому периоду нашей истории или межвоенному периоду нашей истории который как как его знают также знаю да сейчас мы продолжим сегодняшний выпуск продолжим обсуждением темы оккупации бессарабии которая началась в сороком году потом продолжилась в сорок четвертом году этот выпуск мы как и прошлый выпуск проведем с доктором истории октавианом циклу который у нас в студии господин циклу приветствую вас здравствуйте и благодарю вас что согласились и нашли время для участия в этом проекте в прошлый раз мы с вами говорили о межвоенном периоде достаточно такой несмотря то что он был коротким очень важный и значительный для нашей истории особенно для истории русского сообщества где происходило очень много важных и интересных вещей которые к сожалению потом были ну отыграны назад если так можно сказать да то есть как бы советская власть постаралась чтобы многие заслуги или многие достижения русского сообщества не только русского сообщества но и всех народов проживавших тогда в бессарабии межвоенный период они были каким-то образом нивелированы или уничтожены скажем так давайте поговорим сегодня о оккупации как она происходила и какие последствия для сообществ частности для гагуского сообщества это оккупации имел или две оккупации сначала первый год в сороковом сорок первом году потом уже более продолжительная 44 по 91 можно сказать ну давайте начнем с первой оккупации короткой оккупации которая как мы знаем стало возможной благодаря пакту молодого риббентропа подписанного 23 августа 939 года еще 39 года и который кстати насколько я понимаю очень сильно скажем так дестабилизировал ситуацию внутри румынии и привел к власти способствовал приходу к власти антонеску и железной гвардии против которой румынское правительство долгие годы боролась и как вы сказали многие гагузы попали под скажем так каток репрессии утину да в паутину всей этой борьбы против железной гвардии в межвоенный период и очень много параллелей кстати мы можем наблюдать и сейчас да как российская политика путинская политика и война которую начал против украины агрессия дестабилизирует очень многие страны в европейском суде этот рост правых радикалов да то есть евроскептиков и так далее давайте начнем скажем так с такого вопроса каковы были предпосылки для первой оккупации ну часть из них я назвал это пакт молодого риббентропа кроме этого ну да вы правы что мы обычно говорим что история это прошлое но история это это настоящее но она повторяется важнее всего она будущее потому что определенные long history или листуар дюре как говорят французы сил это сказывается на настоящее на будущее поэтому первое что я наверное скажу вот советская оккупация она создала предпосылки для построения новой гагаузской идентичности это советские гагаузы которые до сих пор являются советскими и представительные так называемого русского мира и поэтому как и собственно и советские молдаване потому что вообще молдаване они румыны большинство молдаван живут в восьми уездах румынии около шести миллионов молдаван живут в румынии но они увидят что молдаван больше там чем здесь да конечно и вдвое больше и даже больше во всем мире скажем так если горит и поэтому что важно заметить я пожалуй начну с двумя знаете я прошу прощения вы привозить потому что вот сейчас вам те кто говорят или вот эти вот анти румыны тех сторонники вот этой руманофобии то ли вам сейчас скажу вот видите мы же говорили что молдаван больше чем румын и значит молдава была раньше раньше это появилось кстати в двадцать четвертом году на конференции в вене впервые советская делегация сказала что мы оторвали бессарабию не от румынии от молдовы и молдова была раньше ну конечно тут все запутано потому что так и о германии можно говорить что бавария и саксония или пруссия раньше германии появились я это я на это даю такой ответ поправьте меня если я не прав молдова или княжества молдова стала одним из прародителей румынского государства поэтому бессмысленно обсуждать что было раньше конечно тут тут даже нет не нет повода для дискуссий я начну пожалуй с двумя более крупными мифами до 1 это миф оккупации мифов освобождение да потому что с этим сейчас именно лето где про как бы отмечается как раз да это 26 2 из 8 июня 40 и 22 июня 41 вторжение румынской армии на территории ссср как говорилось но вы написали у себя в посте что это было освобождение освобождение естественно потому что румыния была целостной до 40 40-го года это была частью румынского государства это все равно что сейчас в украине донбасс донецк риме крым и остальные то есть это целостность государства была разрушена поэтому конечно то что мы говорим о борьбе внутри республики молдова относительно краеугольных до 1812 18 40 44 освобождение или оккупации вот это она продолжается и будет продолжаться пока молдова не будет и не станет частью европейского союза или не дай бог частью евразийского пространства тогда понятно будет с этими датами второе это то что румыния отдала бессарабию без сопротивления это очень многие предъявляют претензии румыния это большой миф очень большой миф что румыния без единого выстрела отдала бессарабию что им не до нас и что самое дело но это конечно не знание истории с этим нужно бороться и нужно объяснять что же было на самом деле все просто румыния после первой мировой войны стала частью версальской системы это означало что германия была ревизионистским государством советским союзом а франция естественный союзник румынии и великобритания были демократическими странами и сша которые охраняли целостность версальской системы это версальская система провалилась с приходом гитлера к власти в тридцать восьмом году он оккупирует австрию и разрушает целостность чехословакии и потом оккупировать чехословакии в тридцать девятом вторжение в польшу до этого договор с советским союзом относительно сфер влияния в восточной европе они разделили просто восточную европу между собой гитлер и сталин относительно бессарабии и сталин сказал четко хочет вернуть себе бессарабию и это произошло когда пала франция то есть в результате блицкрига гитлер оккупировал всю европу включительно франции и румыния осталась одна румыния не было решила естественно союзника да решилась собственно союзника и уже пала под влияние германии герой германия дала команду сдаться в румынской армия не имела никаких шансов против советского союза потому что это была полноценная военная операция и руководил жуков могут возразить что вот финляндия же выставил финляндия выставила до в другом контексте знаете какой контекст во первых и франция и англия были государствами которые боролась германии хотя они не воевали но второе это географическое положение финляндии было другой другим чем румыния румыния была в эпицентром это геополитических баталий и третье все понимали что уже в союзе с германией нужно было вернуть как я возразил одному депутата от социалистов если бы совки не оккупировали бессарабию в сороковом то румынский крестьянин не пошел бы на сталинграде на москву очевидно что румыния бы это в этом был и план гитлера каким-то образом заставить румынию пойти против советского союза это просто сдать бессарабию и здесь плываете травму здесь всплывает самый важный аргумент румыны пошли на войну только из-за бессарабии и все всем было понятно что румыния пошла на войну так называемая священная война за возврат бессарабию это было самое большое участие румынии в какой-либо военной военной операции то есть румынская армия была второй армии на восточном фронте против непой после немецкой армии и второе что очень важно заметить потому что война имела три составные румынии была война против за освобождение бессарабии была война за днестром которые румынское общество не поддерживала целиком очень было много против антонеску что не нужно было переходить днестр раз освободили армию должна становиться и уже третья часть войны это уже август 44 когда румыния развернула оружие против германии и воевала на стороне сср и поэтому вот этот важный момент нужно понимать что произошло 26 28 июня 40 года франция пала румыния осталась одна и гитлер и понятно когда в контексте ультиматума который выдвинул сталин румынии поддержка германии была нулевой более того гитлер был сбежен тем что гитлер сталин взял еще северную буковину о чем они не договорились чем о чем они не договаривались то есть взял больше и понятно было что в скором будущем произойдет война что произошло 26 28 это было ультиматумы за четыре дня румыния должна была уйти из бессарабии администрация это был первый большой отек бессарабцев из из бессарабии отток вымечу от да в это был экзот как мы говорим очень много гагаузов кстати в том числе те которые были связаны с румынским правлением например йосиф черни в мэр он ушел с советской власти с румынской властью потом вернулся обратно и правил еще здесь очень много моркового по моему вулканежского или какого-то и он является но было четыре вот четыре мэра из примарей из гагаузских сел которые или население которые ушли с румынским и румынской армии потом вернулись сороковом и дальше правили как мэры этих населенных пункт африк а те кто не ушли их об этом мы поговорим потому что это трагически трагичная страница в истории гагаузии бессарабии в целом что произошло на юге бессарабии произошло во всей бессарабии потому что репрессии начались с первых же дней то есть 28 июня граница закрылась кто успел убежать успел кто нет все уже за его граница закрылась причем советский союз заблагодаря временно обезопасил для себя переходы через главные переходы через румынии и не все смогли убежать а и после это она не за два дня смогли эту операцию закрыть помочь закрыть полностью за четыре дня всю границу тает даже потому что за время отхода румынской армии произошли эксцессы относительно армии в том числе со стороны еврейского населения это во многом объясняет автономию румынского холокоста они были против евреев потому что они убивали издевались на румынской армии когда они отходили через пруд и уже когда армия румынская вернула 40 миром большевики большевики румынская армия когда вернулась имела все списки тех которые содействовали советской армии при отходе румынской армии очень коротко если говорить о том что произошло после 28 июня в первую очередь география во первых республика молдова является наследственной переемницей этого географического сложения это был необычный симбиоз между молдавской автономии приднестровской и бессарабии причем концы этой бессарабии были отрезаны и гагаузы получилось что начали жить и уже в трех государствах вместо одного советский союз румыния и уже по договору болгарии с румынии потому что румыния уступила и болгарии юг добрый же и уступила венгрии север-трансильвании юг добрый же там кадрилотер подрела терда такой аппендикс добрый же там буквально но там было четыре процента гагаузского населения у там полчик да все вот это да и что интересно румыния была обделена территории это как бы заставила румыния пойти на войну вместе с германи уже чтобы вернуть остальные территории уже в борьбе с венграми с болгарами скажем так за за положительные отношения гитлера и с географической точки зрения 80 процентов гагаузов оказались в составе молдавской республики а 20 процентов составе украинской республики уже как бы отдельно было но это уже вы после как бы долго и по 44 года после нет порок сорокового в ноябре сорокового уже гагаузы жили в двух советских республиках молдавской сср и в украинской сср и тогда же сразу сразу же произошло разделение разделение произошло в уже сразу были несколько планов вообще великий план было большой бессарабии то есть слияние целостности молдавской автономной и бессарабии но этого не желали украинские коммунисты они сказали что юг бессарабии север хатин это украинские и не все районы приднестровья они являются румынскими и поэтому вместо целостности получилось вместо 53 тысяч километров получилось 33 тысяч то есть обделили почти на 20 тысяч километров квадратных и получилось так что вот эта новая республика она была обделена морем не было доступ дунаю то есть она оказалась изолированной именно для того чтобы впоследствии румыния не могла претендовать обратно на эту территорию на эту целостность и как мы видим до сих пор это имеет опечаток и до сих пор мы имеем проблемы с легитимизации того что такое бессарабия второе это конечно советский союз изначально заинтересовался несколькими категориями людей первые это были депутаты сфат луицеры которые голосовали за объединение и вот 14 депутатов которых они поймали на территории бессарабии это был досье 884 берия лично руководил и майор черепанов которые поймали этих 14 депутатов они были арестованы в первые же дни в том числе самый богатый человек бессарабии пантелеймон синодина грек они были истреблены очень коротко в и в делаге вообще синодина не знаем где он исчез еще проблематично почему он здесь остался потому что непонятно почему он остался семью отправил в бухарест а сам остался и вот это истребление это первое скажем так громкое досье вторая категория эти всех мэров примарей работников примарии которые в румынской администрации жандармов полицейских помещики великие владельцы промышленники профессора директора школ священники и очень интересная категория против которых была направлена сталинская репрессия это были русские из русской эмиграции это была отдельная категория против которых была очень насильственная политика это было горбатов и корчинский две группировки в ноябре сорокового и в января сорок первого они просто были расстреляны без каких-либо с остальными вот с примарями в чем причина причина в том что было не только идеологическое предательство то есть что были против большевиков они были членами эмиграции белой эмиграции очень коротко чтобы понять 100 тысяч русских украинцев и евреев сбежали из россии в румынию эти 100 тысяч монархисты и разные люди некоторые из них убежали в америку и в других но большинство осели в бессарабию в румынии в том числе некоторые из них даже участвовали в армии в румынской против войны в советским союзом впоследствии 41 но это отдельная история и вот это белая эмиграция заинтересовала советский союз тех которые парма поймали на территории бессарабии они просто расстреляли за этническое предательство они были русскими и их не простили и за это что касается примарей примарей или мэров как мы говорим примара в чем это полное истребление этих людей входило в план обезглавание этих гагаузских гагаузского народа и румын то есть все те которые руководили в румынское время они должны были быть уничтожены обычно их уничтожали его не глаги или и в делах и в дельский лагерь велосипедовска у меня не было возможности посетить и в дел мы были в пяти областей российской федерации с экспедициями памяти и в делах стер стерт лица земли там только то там ничего нет но это самый кровавый лагерь который существовал именно против всех политических оппонентов там были истреблены и депутаты сфату цери и все мэры большинство мэров которых мы о которой мы поговорим во второй и третьей получается все те кто сколько процентов из тех которых депортировали в первую волну 40 41 год выжил то что я читаю там небольшая статья и вышла у нас на сайте у вас светланы капанже несколько лет назад про первую депортацию да и она пишет про скажем так примаров она пишет про полицейских она пишет про судей до которые и из того что я вижу там практически все погибли там получают там если говорить составном депортации репрессий всего из бессарабии за один год исчезли 300 тысяч человек 300 300 тысяч это те которые ушли из румынской администрации которые были депортированы которые были убиты или насильственно взяты в фазо так называемые фабрично-заводские обучения то есть их просто у не у не унесли отсюда для того чтобы они работали как и впоследствии гагаузы в трудовую армию советскую трудовая армия уже после второй мировой нет во время 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 все еще начиная с июня 41 июля потом уже в 44 потому что большинство гагаузов не воевали в советской армии а именно в трудовой армии их считали неблагонадежными так же как и бессарабцев потому что были под румынским влиянием это очень интересный момент кстати как гагауза в сороковом считали неблагонадежным для советского союза народа впоследствии что это потому что многие были частью конечно гвардии конечно роник и железной гвардии и были просто лояльны к румынскому государству что хотели советский союз что хотел советский союз и в гагаузии также как и в бессарабии в целом помимо уничтожения и стирания всего румынского они имели в виду построение другой идентичность я назвал это в своей книге это самая известная моя книга уже имеет более 20 тысяч покупателей на второе издание так называемый советский хомо молдаван вот советский союз хотел построить homo советикус советский человек они построили против румын против румын эту молдавскую идентичность превратили в антирумынскую идентичность обычно homo moldavanus он отличается от молдаванин а обычно молдаване часть румынского народа этот хомо молдаван он считал себя отличительным что у него другой язык что он появился раньше румынии что он являлся все время в дружбе с русским народом он почитал русский язык и русскую культуру и считал себя частью великой державы и каким-то образом да каким-то образом вот этот советский хоу молдаванас в микроскопе он является как бы хому гагаузус советский хому гагаузов потому что обычно гагаузы они часть тюркского народа и гагаузский язык он как таково этот турский язык с графе с латинской графикой вот как это турецкий 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 язык он же основан на латинской графе и так же как и румынский язык он является на латынице вот советский союз преобразовал таких народов очень много например таджики да таджики они же перс и большинство таджиков живут в афганистане россия оккупировал таджикистан впоследствии советский союз туркистан и он преобразовал этих таджиков персов в другую нацию против персии скажем так и вместо перс персидского языка получился таджитский язык с кириллицей так же как и турский язык гагаузский и молдавский язык с кириллицей против румынии и этот процесс построения он очень обширный на постсоветском пространстве очень много таких как озерцы как карельцы как и другие нации и это началось уже с советским режимом 11 ноября сорокового года был внедрен русский язык с кириллицей и молдавский язык появился как таковой перенесенные из приднестровья потому что в начале были все все те же схемы которые были в автономной молдавской республике уже впоследствии бессарабцы воевали на культурном фронте чтобы обезопасить чистоту хотя бы румынского народа румынского языка и вот этот параллельный процесс построения советских гагаузов и молдавских молдав советских молдаван он очень интересным для этому можно посвятить целую передачу и вокруг книги потому что процесс над строение как называли в советском союзе англичане называют это nation building этот процесс имеет две стороны с одной стороны ты уничтожаешь все что было до тебя то есть историческое историческую румынскую память ну чему советский союз посвятил очень много очень много с другой стороны ты строишь другую идентичность это фабрикованный человек вот как строишь mercedes как строишь телефон samsung или iphone так было построен советский молдаванин и советский гагауз причем одна из составных частей этой этого построения помимо языков это коренизация элит то есть ты местных людей привлекаешь к органам власти и уже живет делаешь части элита они становятся становятся лояльными сторонниками и представляют а для этих народов это было очень важно эти лидеры говорили на их языках на гагаузском или на румынском говорили на языке но они были как и в царское время местные князья которые представляли татаро-монгорское иго так же как и советскую власть представляли говорящие на румынском и на гагаузском языке элиты которые до сих пор кстати первыми представителями которые правляли управляли вы в гагаузе и в республике молдова были именно эти номенклатуристы советского периода который контролировала москва и которая контролирует до сих пор и этот процесс коренизации начался в сороковом сорок первом и впоследствии уже после сорок четвертого года очень многие возвращаясь скажем так не возвращаясь а вот развивая тему как бы депортации как то что мы про депортации больше поговорим в следующем выпуске но сейчас мы не можем не коснуться скажем так вопроса депортации потому что был один из моментов как вы говорите построение этого homo советicus или советского гагауза или советского молдавана с молдаванами не так получилось в идеале как хотели бы советские власти он застрял это не оконченный исторический продукт но с гагаузами в полной мере это реализовывалось до большому счету да то есть потому что меньше и нету исторической родины сильно с которой была бы связь тут это да тут как бы к сожалению это произошло но вот читая опять же возвращаясь к этой статье к сожалению в гагаузе больше никто этому не посвящает абсолютно него внимание не уделяет а возвращать статьи светлана капанжи где она пишет что в принтере страницы нашей истории да я его читал и мне очень понравилось в первое я между статью про первую волну депортации да где она говорит что он там пишет даже в материалах дела которые она использует своей в своей статье да то есть один из по моему бывших судей если не ошибаюсь который был в тигине судьей его арестовывает советская власть он окончил яский яский университет юриста да и работает судьей и он в материалах допроса говорится что в принципе он хотел бы быть полезным советской власти потому что мы все прекрасно понимаем что здесь было очень много ностальгирующих по советской империи которые ждали возвращения царя батюшки русских и так далее и тому подобное но по признанию очень многие когда русские вернулись они поняли что не те русские которых они ждали да и вот он говорит что как бы ну я же хочу быть полезным советской власти но несмотря на это его арестовывают его приговаривают и отправляют в тот самый и в дела к которому вы говорите почему почему как бы советы не сохраняли этих самых лояльных потому что они не до конца были вы их лояльность или потому что они понимали что это эти не понимают чего они хотят и не хотят не понимают во что против советского вы знаете советский союз неординарно относился это скажем так нестандартный подход то есть советский союз по-разному рассматривал этих людей да все что было с румынской властью они истребляли с политической точки зрения с политической точки зрения а эти судьи соответственно часть при они были частью а вот например имела тянута самый известный наш режиссер да он же сбежал через пруд его мама была в бухаресте а потом он вернулся и стал самым великим режиссером например говорил музическо он же румын он создал молдавскую школу музыки то есть нюансированный подход был к этим людям самое смешное наверное или самые парадоксальные то случай с штефаном баламезом это был один из трех молдаван который голосовал против объединений этот человек 27 марта голосовал против объединений бессараби с румынью и он остался на территории бессарабии и совки его арестовали и он был расстрелян и он сказал я же голосовал против они сказали ты не должен был быть там то есть все что было связано с политической точки зрения с румынской администрации они у полностью уничтожать с администрации судебной системой с другими они были более лояльными в том числе например с футболистами со спортсменами которые были с культурными деятелями с определенными писателями некоторые писатели даже были привлечены советским режимом для того чтобы например и лупань и буков они же были в составе румынии они тогда начали свою писательскую деятельность были конечно подпольщиками но и другие например артем лазарин самый великий скажем так молдовинист который создал он еще при румын создали или богдан истру это были люди которые имели свою деятельность в румынии советскому режиму было удобно использовать этих людей показать их преобразование и поставить их на судно на службу советского режима но в целом они конечно желали истребление и депортации как таковой имели смысл из сорок первого сорок девятого года именно для того чтобы стереть полностью все что было связано с румынским периодом кстати очень важную роль и если говорить о сороковом и что дальше произошло людей просто решили всего мы должны понять что эта территория в том числе гагаузы они были между советским союзом и румынии обменены семь раз с 1812 по 44 7 раз вот мы сейчас живем между российской империи советским союзом и румынии то есть семь раз люди теряли все и начинали все заново вот сейчас мы перед восьмым выбором если россия достигнет днестра у нас будет восьмая историческая сценировка то есть за 200 лет ничего не изменилось все что мы должны понять это что от нас зависит этот выбор европейского европейского путь избрать и за это время вот из-за в за время обмена произошли колоссальные изменения вот советский союз первое что он 15 августа 1940 года произвел национализацию всего всего в бессараби то есть люди все потеряли те которые имели землю которые имели магазинчик который что-то имел они все это было национализировано и одновременно с национализации начался процесс коллективизации они не успели многое но что мы знаем что уже в январе 41 года в гагузи уже были три колхоза первые колхозы появились камраде в чадерлунге в конечно и коллективизация сначала ты сдаешь всю землю тебе отбирает все это уничтожение автономии экономической и второй момент очень важные которые мы многие до сих пор забывают но не должны это лишение духовности религиозной потому что атеизм уничтожил все церкви в гагаузи гагаузи бы во время коммунистического режима было всего две церкви в чок-майдане по-моему в кангазе до остальные все были переобразованы то ли спортивные зала то ли в музее то ли в склады и так далее для чего для чего это нужно было сделать потому что духовность гагаузов она связана с религиозностью с православной религиозностью и она связана с национализмом гагаузов и понятно было что это нужно и было истреблять это не было только против гагаузов это было против всех жителей бессарабии которые лишили вот этой опоры скажем так духовной против которой советский режим работал получается что во все эти периоды отмена гагаузы меняли церковь до сначала были из болгарии они пришли кто-то под греческой кто-то по болгарской церкви потом в российской империи под русской церкви потом в румынской церкви и потом без же в без церкви вообще да но они от имели какой-то церковь потому что советские союзы все-таки определенные церкви стали заигрывал с религией и после кому после сталина тоже но советский союз сам по себе был идиокрации у них своего своя собственная религия марксизм ли не свой свои собственные праздники свои собственные божества то есть они не могли позволить общий доступ поэтому это было легко сделать поэтому произошла резкая русификации особенно советизации и поэтому было легко после того как обезглавили отелит потому что большинство мы можем и наверное на следующей передаче я расскажу что вообще в этих депортациях потому что экспедициями памяти в сибири открыли для нас другую перспективу этих депортаций что мы там нашли как мы все это увидели это коренным образом изменил взгляд относительно что такое были депортации почему следователи исследователи даже которые укоренились они просто должны быть должны измениться потому что взгляд практически взгляд на депортации сибири и казахстана показал другое лицо этих депортаций в целостности об этом мы безусловно поговорим в следующем выпуске но давайте вернемся к то есть мы где-то мы уже 35 минут записываем эту передачу и хотелось бы тут я не затронул вы затронули вопрос автономности скажем так румынского холокоста да да очень важная тема как бы 300 тысяч евреев были спредистрелены здесь на этой территории антониску был приговорен как военный преступник да за военные преступления и так далее вот это вот подписание аннексия бессарабии вы сами сказали да то есть как бы румын и вступили в войну из-за бессарабии как дестабилизировала румынию скажем так аннексия бессарабии очевидно что они привели к власти радикальные антисемитские элементы да то есть если пару 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 слов но если очень коротко это во первых привело к падению карла второго короля румынии который был главным виновником ну может быть они не главный виновник на то как он правил румынии 10 лет привело к этому ну такая противоречивая противоречивая он отказывался потом возвращался он был вынужден дать власть его на антониску как единственный который представлял политические партии и армию железная гвардия была очень сильна антониску имел договоренность железной гвардии они установили двухглавые правительства армия и легионеры скажем так это привело к полному краху демократии в румынии например так называемая желавская бойня там убили 262 чиновника полицейских лидеров политических просто их расстреляли потому что они были замешаны в так называемые расправы против легионеров еще до этого и антониску был в конечном итоге после встречи с гитлером декабре сорокового имел зеленый свет подавить вот легионеров гитлер нуждался в сильном государстве и в армии и в то что в румыния была стабильной и пошел против своих же терминка в сторонников который поддерживал и в январе был мятеж антониску подавил железную гвардию и подготовил страну в войне то есть понятно было после декабрьской встречи сорокового что румыния будет на стороне германии воевать для того чтобы вернуть себе свои территории и бессарабию и северную трансильванию и кадрилатер и причем это не был какой-либо договор подписан это было скажем так джентльмен агримент между гитлером и антониску которого он кстати очень уважал и антониску как солдат принял на себе все эти решения в конечном итоге относительно перехода днистра он это объяснял но в то же время днистра уже дальше да с прутом все было ясно это была священная война после этого уже как я говорил есть нюансы интерпретации несогласия фронты после сталинграда вообще уже антониску искал пути отхода и вывести румынию конечно с ним невозможно было но он как-либо поощрял переговоры между политическими партиями и союзниками относительно того как выйти из войны и окончательный козырь антониску было сдержать и советскую армию где-то по линии галац фокшаны карпаты чтобы имел возможность вести переговор относительно выхода из войны и тогда произошел перелом 23 августа 44 король михай взял на себя роль лидера арестовал антониску сдал его советскому союзу а сам привел коммунистов в власти был такой альянс между историческими партиями и коммунистами которые создали новый имидж румынии уже против германии был даже один момент когда румыния воевала и против ссср и против германии это самый парадоксальный момент это очень тяжелый момент в истории румын около 150 тысяч румынских солдат были взяты в плен советским союзом и исчезли спаски в других лагерях с другой стороной немецкая армия начала бомбардировку румынии бухареста и уже с момента сентября румыния практически оказалась на сторону советского союза и союзников вообще сорок пятого года 44 и в завершении то есть оккупации потому что мы говорим оккупации в более широком до сороковой сорок первый год хотя 48 первый год очень важен да и дальше до сорок четвертый год как это изменило основываясь на самое главное что это изменило я так понимаю это создало новую идентичность новая ли участие у молдавского населения да и участвует гагаузского практически сто процентов на за там некоторым исключением там да то есть как бы да вот это новое сова homo советicus как это сказалось вообще на культурном экономическом ну и как рассказывать сейчас это можно коротко об этом но советский период он вообще с период в котором сначала советский союз построил молдавскую советскую социалистическую республику против румынии в том числе в котором была борьба против всего что связано с румынии уже начиная с шестидесятого года советский союз перевел все полномочия этой борьбы на кишинев и в кишиневе была создана академия наук был создан фронт культурной борьбы с румынией и уже как бы молдова боролась румынии на и стал молдову русскую до москва кишинева и пара пожалуй самые парадоксальные моменты история которую мало знают и в молдове гагаузи тем более это так называемый культурный райд на румынскую историю и на румынскую культуру объясните почему это вообще произошло потому что там же был как бы тоже про советский режим румыния была советской но тем не менее здесь считали необходимым углублять эту борьбу и потому что советский союз все время имел взгляд на то что румыния когда-нибудь захочет вернуть территорию они понимали всю несостоятельность вы понимаете что это холодная война вроде сверхдержава до чего ей бояться но они боялись это поэтому в 1984 году они 14 армию из кишинева перевели в тирасполь 8 4 84 году уже а что такое культурный рай до приходы грабачева это представьте себе что нужно придумать для народа отдельную культуру и у них нет рейд вы имеете до культурный захват куль румынской культуры и они придумали как придумать молдаванам другую культуру отличительные от румынии они же один народ и тогда они взяли вот всех этих писателей историков поэтов которые родились молдавской части румынии и сказали что они части молдавской советской культуры и за частью румынии в румынии которая которая в яссах сжава и в боков окшанах и таким образом имени скукрянга александры стали молдавскими советскими поэтами а штефан великий румынский великий князь или король стал молдавым молдавским королем молдавским господином и вот эта борьба была переведена на кишинев и уже кишинев имел борьбу с бухарестом относительно того чей этот поэт или чей этот конечно это очень интересный момент это очень интересный период о нем можно очень много говорить я написал несколько книг об этом и в целом я бы сказал что как раньше изъяснил это homo молдаванус советский homo молдаванус он не оконченный исторический проект он против просто застрял восемьдесят девятом году и он с одной стороны имел и румынские корни и румынские идентичность другой стороны он начал понимать отличительность из-за того что в этом убеждал его советский то есть пружина сжалась вот до этого уровня допустим дальше она она вылилась в скажем так молдавского государственника потому что некоторые элиты поняли что такое иметь с льготы должности училишь мосове молдавский этот молдавский советский человек он превратилась молдавского государственника который понимал все эти выгоды от молдавского независимости потому что если коротко объяснить что такое молдавская независимость она была шагом к объединению к румынии это был возврат в прошлое как и балтики как и вся восточная европа возвращались к корням то что было до советского режима для нас до советского режима была великая румыния мы должны были объединиться но вот в результате вот этих нацпостроений как мы говорим этот новый молдавский чиновник он понял насколько очевидно что есть возможность использовать на свое благо тем более что россия поддерживала этот проект она вообще его и подавила в результате войны в наднестре которая была агрессивной войны россии против новой республики молдова но эти элиты они поняли насколько важно и нужно иметь для себя эту республику и она начала принимать какие-то формы первая конституционная форма конституция 94 года которая напичканы капканами которые наложили там номенклатуристы и москва собственно которые не позволяли вообще развиваться молдавскому государству и который засадил корень этой этой идентичной борьбы в округе языка 13 статья одна из самых важных которая кстати является продуктом советского периода она жила обрела новый смысл в контексте этой новой государственности я благодарю вас за эту дискуссию за этот выпуск очень интересная важная дискуссия тут мы интересная дискуссия в этой дискуссии не только то что мы говорим только каких-то фактах но мы как бы даем им определенную интерпретацию объясняем что они означают самое важное вы кстати в одном из эфиров на цене свободу вам говорили что то чего не хватает в гагаузии у исследователей истории края это давать им какую-то интерпретацию на это просто презентация каких-то фактов вот это было так вот это было так она этого недостаточно то есть историк должен интерпретировать объяснять что это было и к чему это привело вот в принципе этим и и занимаемся в наших выпусках nokta history я благодарю за эту дискуссию друзья я благодарю вас за то что вы были с нами это была дискуссия о периоде оккупации мы охватили столько сколько могли охватить то что там безусловно есть о чем говорить это большой период нашей истории и там происходило очень много очень много трагических и интересных событий я вы смотрели этот выпуск мы его делали вместе с доктором историк тавианом циклу увидимся в следующем выпуске где мы поговорим о депортациях которые имели место на территории бессарабии три волны депортации было как известно да ну о том как они проходили и чем они сопровождались мы также поговорим с октавианом циклу не забывайте подписываться нас делиться этим видео ставить лайки и комментировать увидимся в следующем выпуске nokta history до свидания